Вот они, юные кадеты. Перед присягой, торжественным посвящением, конечно же, волнуются. Теперь их миссия не просто учиться, но и воспитываться в особой атмосфере патриотизма. Два кадетских класса с 1 сентября открыли в школе номер 17. Торжественную присягу приняли школьники, для которых слово «Родина» теперь имеет особый смысл. Идея открытия кадетского класса – это идея нашего педагогического коллектива. Спасибо большое председателю комитета по образованию Поляковскому Гавриилу Борисовичу за поддержку этой идеи. И в этом учебном году, с 1 сентября, мы открыли два первых кадетских класса. 5К1 и 5К2 – такие названия носят классы, обозначая и подчеркивая кадетское направление. На церемонию принятия присяги пришли и те, кто не понаслышке знает, что такое «Родину защищать». Сейчас снова оценили роль кадетского движения, и сегодня я присутствовал на таком мероприятии. Очень рад, что приняты в кадеты не только мальчики, но и девочки. Девочки сейчас приравнены по всем воинским законам по прохождению службы одинаково. И очень радует их видеть в строю кадетов. Стать кадетом – это не просто надеть красивую форму. Это необходимость предупреждать трудности, дорожить дружбой. Этот день стал настоящим праздником и для тех, кто знает о миссии кадетов, их особом значении для страны. Самое главное, что возродилось торжество России именно через кадетов. Потому что в этом году как раз исполнилось 285 лет со дня первого кадетского корпуса. Сами кадеты об этом направлении знают многое. На вопрос, кто такие, собственно, кадеты отвечают уверенно. И подчеркивают, в будущем обязательно свяжут свою жизнь со служением Отечеству. Кадет может стать полицейским, чтобы служить России. Я люблю свою родину, Россию. И я патриот. Быть кадетом – это означает помогать всем – взрослым, маленьким, старшим. Я очень рада, что я стала кадетом. Это честь для меня большая. Сергей Василевский, Лилия Тимиева, телерадиокомпания «Щелково».